Всем доброго дня, это Гелиос Сар и всеобщая история нового времени просто на пальцах. Параграф 7. Великие гуманисты Европы. Почему деятели новой культуры называли гуманистами? Гуманисты это люди, которые ставили в основу своей философии человека. В средние века для любого человека основой жизни была церковь, религия. Проще говоря, здесь можно привести такой простой пример. В средние века люди относились к жизни на земле, как к остановке автобуса. Вот есть остановка, где мы ждем автобус. Вот к такой остановке, примерно так, люди относились к жизни. То есть мы находимся здесь, но мы находимся здесь, пока ждем автобус, который отвезет нас в лучшую жизнь. Ну, в рай или в ад. А гуманисты, они стали говорить, люди, посмотрите, жизнь это не остановка автобуса. Это дом, и мы должны жить в этом доме так, как нам нравится. И это сильно поменяло. Собственно говоря, кто такие, что такое гуманисты? Это человеческие, то есть те, кто ставит человека во главу угла. Ну, а возрождение, собственно говоря, это возрождение античной культуры, интереса к античной культуре. В средние века к античной культуре интереса не было никакого совершенно. Как гуманисты относились к античной культуре, природе, человеку? Античную культуру гуманисты очень любили и тщательно изучали. Природу считали необходимым ее, так сказать, изучать и подчинять. Человек стоял в центре философии гуманистов. Что нового внесла в общественную жизнь культура возрождения? Культура возрождения снова поставила человека в центр интереса. И картины, пьесы, все они стали, вот вся культура, она стала крутиться вокруг большей части человека. Вслед за ранним возрождением, которое началось в 14 веке в Италии, появился уже период высокого возрождения, 15-17 века. Это период, когда культура возрождения достигла наивысшего расцвета. В это время продолжается процесс обмерщения сознания. Человек стал думать не только о загробном мире. Его мысли обратились и к земной, мирской жизни, то, о чем я говорил. В средние века церковь учила людей относиться к жизни, как к остановке общественного транспорта. И где от этой остановки зависит только то, на какой автобус ты сядешь. То есть, вот как ты ведешь себя на остановке, то это зависит только то, на какой автобус ты сядешь. Поедешь ты в рай или в ад, и все. А гуманисты стали говорить, жизнь это не остановка, это дом. А если на остановке общественного транспорта мы ничего не будем делать, никак украшать, то в своем доме, конечно же, мы сделаем ремонт, мы купим новую мебель, мы будем жить так, как нам удобно. В эпоху Возрождения стала очень высоко цениться образованность. Состоятельные люди приглашали ученых, знающих греческий язык, чтобы дать хорошее образование своим детям. К примеру, знатный купец Джованни Морелли написал для своих сыновей записки, в которых советуют читать древних авторов и размышлять над их поучениями, чтобы узнать, как надо поступать в жизни. Ведь знания доставляют разуму столько приятного и утешительного, как ничто другое. А наука дает сознание того, что ты человек, а не животное. Проще говоря, нужно было изучать и старые знания, и новые знания, чтобы как можно скорее осознавать, где мы живем, и как лучше всего построить свою жизнь. И, значит, вот они некоторые знаменитые гуманисты. К примеру, знаменитый гуманист из Голландии, из Роттердама. Эразм Роттердамский. Он был выдающимся знатоком латыни. Латынь – это язык, на котором говорили в Древнем Риме. Древний Рим и Священная Римская империя – это разные, совершенно разные государства. Так вот, в Древнем Риме говорили на латинском языке, на латыни. Но уже в средние века на этом языке никто не говорил. Это так называемый мертвый язык, то есть язык, который никто не использует. Но это интересно, что, с одной стороны, вроде бы латынь – мертвый язык, на нем никто не говорит, но при этом наука вся практически говорит на латыни. Вся биология, вся зоология, вся ботаника, вся медицина полностью – они все на латыни. Все названия там латинские. И вот Эразм Роттердамский. Он активно комментировал сочинения древних писателей, показывая, как позднейшие невежественные толкования извратили подлинный смысл этих сочинений. Он составил сборник греческих и латинских поговорок, давая возможность читателю проникнуть в мир подлинной античной культуры. Еще в юности Эразм Роттердамский зарабатывал на жизнь частными уроками и составил что-то вроде наставления для своих учеников, в которых учил их изящно и красиво выражать свои мысли. То есть, опять-таки, к античной культуре возвращения, появление ораторов, людей, которые умели красиво говорить. В итоге, позднее, этот сборник был назван «Разговоры запросто». Он был легкий, изящный слог этих разговоров, сделал их очень популярными. То есть, читать эту книгу было очень легко и просто. Через два столетия уже Петр I перевел и напечатал эту книгу в России. Самым же знаменитым творением Эразма Роттердамского стала книга, которая была написана за несколько дней и посвящена его другу-гуманисту Томасу Мору. И вот, кто такой Томас Мор? Это англичанин, английский гуманист. Этот мудрый политик и будущий первый министр короля учился в Оксфордском университете, знал несколько языков, увлекался историей, философией, литературой. В начале XVI века Томас Мор написал и опубликовал золотую книгу, столь же полезную, как и приятную, а наилучшему устройству государства и новом острове Утопия. Так длинно называлась его книга. Но на самом деле книга была очень простой. Томас Мор все-таки он был не просто гуманистом, он был политиком. И он написал свою книгу, гуманистическую книгу о правильном устройстве государства. Он привел в пример английские острова Англии, это остров. И он привел пример как раз-таки вот Англию, показал, как много нищих, как много несчастных, как вот знаменитое огораживание буквально поедает десятки тысяч людей, которые выгоняются на улицу и оказываются вынуждены становиться бродягами. А в Англии за бродяжничество была смертная казнь. То есть он показал, как плохо. И одновременно он показал, как могло бы быть нечто идеальное. И разместил это идеальное государство на острове Утопия. На этом острове жизнь была совсем другой. Там не было частной собственности. Там все было общее. И люди там жили совершенно счастливо. Там практически не было преступлений. Там все были равны. Не было бедных и богатых. То есть это было такое идеальное общество. И по названию вот этого острова с тех пор любые идеи о построении вот такого идеального общества стали называть Утопией. Такой вот момент. И Томас Мор был первым человеком, который, собственно говоря, и описал подобное государство. Само по себе Утопия это в переводе означает «несуществующее место». Современник Томаса Мора. Современник это человек, который жил примерно в то же время, когда и сам Томас Мор. То есть современник Томаса Мора. Ну вот, например, мы с вами являемся современниками Владимира Путина, президента Российской Федерации. Да, он намного старше. Мы намного младше. Но мы живем в то же время, когда живет он. Следовательно, мы его современники. Так вот, современник Томаса Мора, французский писатель Франсуа Рабле. Он родился в провинциальном городке. Детство провел на ферме. В юности был очень религиозным и даже поступил в монастырь, но оставался там недолго. Причина очень проста. Правила монастырей, любых монастырей, очень жесткие. Намного более жесткие, чем даже правила в армии. В армии там дисциплина, но есть и время, когда можно отдыхать. В монастыре отдых – это молитва, а все остальное время – это труд. Поэтому в современном мире только действительно верующие люди согласны идти в монастырь. Поэтому Франсуа Рабле недолго пробыл в монастыре. Позднее он занимался наукой, стал знаменитым врачом и одним из самых образованных людей своего времени. Рабле очень хорошо знал историю, языки, объездил всю Францию, трижды бывал в Риме, умел наблюдать и запоминать. Примерно 20 лет он работал над знаменитым романом гуманистов «Гаргантюа» и «Пантегрюэль». Герои повествования мудрые короли-великаны, которые встречаются в народных легендах, которые защищают окружающих людей от несправедливости. Хотя на самом деле в книге там описывалось крайне и крайне много самых разных интересных вещей для того времени. Что ж, как вы понимаете слова? Я ставлю себя в центре мира. В средневековье в центре мира любого человека, в центре его философии и, так сказать, разума и всех мыслей стояла религия. Мысли о том, что вот впереди рай или ад. В эпоху Возрождения гуманисты поставили в центре человека, интересы человека, значения человека. Вот именно его туда и поставили. Теперь стали иметь значение именно то, что хочет человек, а не то, что нужно сделать, чтобы там в загробной жизни было хорошо. Кого называли гуманистом в раннее новое время? Людей, которые фактически занимались наукой, писали книги, не посвященные Богу, занимались какими-то общественными делами. То есть это хорошие врачи, хорошие учителя, ученые. Да просто политики. Можно ли считать гуманистом Джованни Морелли? Да, можно считать его гуманистом. Почему? По той причине, что Джованни Морелли, будучи купцом, занимаясь предпринимательством, он написал книгу. И в этой книге он писал не как зарабатывать деньги, а как построить лучше свою жизнь. Да, его можно называть гуманистом, потому что это вполне соответствует идеям гуманистов. Расскажите, чем прославили себя и свою эпоху Эразм Роттердамский, Томас Мор, Франсуа Рабле. Эразм Роттердамский очень много изучал античную культуру. Писал книги, посвященные античной культуре. Переводил очень точно пословицы и поговорки греков и древних римлян. Древних греков и древних римлян. Показывая, насколько сильно они выделяются. Томас Мор, это был известный политик в Англии, который написал книгу об идеальном государстве, знаменитую утопию. С тех пор любые подобные идеи называются утопическими. Франсуа Рабле, также очень известный врач, который очень много изучал и ездил по Франции. Написал книгу Гаргантюа и Пантагриэль, где также очень много показал о том, как живет и как могла бы, например, жить та же Франция. Как вы думаете, какие идеалы античной культуры были близки великим гуманистам Европы? Интерес к человеку и интерес к природе. Именно эти идеалы античной культуры были близки гуманистам Европы. Как вы считаете, какую цель мог преследовать Петр Первый, давший распоряжение о переводе и печатании похвалы глупости? Дело в том, что в России вот эти гуманистические идеи были не очень-то известны. И Петр, давая приказ перевести и напечатать эту книгу, он просто хотел показать, как, например, в Европе могут воспринимать те или иные идеи. Ведь похвала глупости – это очень саркастичная книга. Это книга, которая высмеивает различные негативные вещи, негативные черты характера многих окружающих людей. Как вы думаете, что могло заинтересовать в книге Томаса Мора его современников? О, это было более чем интересно. Ведь Томас Мор, по сути, он описал идеальное государство. Он описал государство, где нет бедных и богатых, где нет несправедливости. По тем временам, так сказать, до Томаса Мора, только священники описывали что-то подобное. Причем описывали крайне неподробно. Они описывали, что вот есть рай, где все хорошо. Но вот как хорошо? А Томас Мор, он описал вот эту свою «Остров Утопия» в мельчайших подробностях. Как идеально там живут все эти люди. И вот эти подробности, они вызывали невероятнейший интерес и невероятное количество споров среди всех его современников, да и после него тоже. Так, ну вот и все. Рабочая тетрадь, седьмой параграф. Что ж, запомните пропуски в схеме. Первый вопрос. Ну, первое, что я могу сказать, судя по всему, здесь просто ошибка в этой схеме. Потому что иначе, либо эта схема не имеет вообще никакого смысла, либо здесь просто большая ошибка. И вместо 14 века здесь написали 16 век. Потому что если здесь 14 век, то здесь все понятно. И согласно параграфу, что возрождение, это раннее возрождение начала 14 века и середины 15 века. Потом идет высокое возрождение, которое начинается с середины 15 века и идет до начала 16 века. И потом второй вопрос. Это какие особенности эпохи возрождения? Это, ну, здесь третий ответ, что это БВД. Так, на портреты, собственно говоря, ну, это уже к следующему вопросу. Я их здесь просто так разместил, чтобы их тоже было видно. Так, ну, что ж, вот он третий вопрос. И как раз-таки вот здесь вот первая часть. Это поясните нам о портретах. Почему они родились в эпоху возрождения? Очень просто. На портретах изображены обычные люди. В средние века изображали святых. Святых, каких-то героев, тех, кто имел отношение к Библии. Здесь изображены обычные люди. Уже этого достаточно, чтобы понять, что перед нами явно что-то из эпохи возрождения. Потом на двух портретах задний фон. Это очень красивое здание и античная обнаженная фигура, статуя. На религиозных каких-то полотнах такого вообще просто быть не могло. Потом на последнем портрете музыкант. В средние века интерес к музыке считался низким делом для простолюдинов. Всякие там дворяне, аристократы музыкой не занимались. И потом вторая часть этого вопроса. Это выберите один из портретов и напишите монолог. Ну, в моем случае, вот он, монолог здесь написан. Если он кому-то поможет, пользуйтесь им. Монолог, по сути, это мысли. Мысли, которые думает человек здесь и сейчас. И в данном случае имеется в виду, что вот, например, представьте, что вы сидите перед художником. А вы должны сидеть. Если вы когда-нибудь фотографировались на какие-то документы, то можете понять, что там на документы надо сесть и не двигаться, скажем, там 5 минут. А на портрет надо сесть и не двигаться, скажем, 5 часов. И вот все это время вы можете о чем-то, собственно говоря, думать. Вот что-то подобное здесь надо представить. Я вот представил. Потом четвертый вопрос. И вот здесь вот сразу на первом таком абзаце здесь не стоит смотреть на эти подчеркивания. Стоит перейти сразу же к другим. На следующую страницу. И здесь вот видно, что я собрал, сделал такой сборник, что каждый человек одарен от природы и находится в центре мира, чтобы оттуда было удобнее обозревать все, что есть в мире и познавать его. Ибо гений человека почти такой же, как у его творца, у творца небесных светил. И нет, у человека оснований завидовать не древним умам, не тем, кто будет после, ибо рано или поздно люди не только будут обладать знанием сути вещей, но и станут почти всемогущими. И следующий вопрос. Одной линии подчеркните в полученном тексте то, что согласуется, а двумя линиями то, что не согласуется. Вот у меня здесь подчеркнуто одной красной линией то, с чем я согласен, и двумя красными линиями то, с чем я не согласен. И не согласен я с тем, что человек находится в центре мира. Не находится человек в центре мира. Центр мира вообще достаточно далек от человека, но человек очень стремится к этому самому центру мира и стремится понять, что же именно там находится. Что ж, заполните таблицу пятого вопроса. Ну вот таблица заполнена, что значит область культуры, этика, история, философия, деятель культуры, разум, роттердамский, произведение, разговоры, запросто и похвала глупости. Следующий. Это философия и политика, и это Томас Мор. Главная его работа, у него есть длинное название, есть короткое. Короткое название – Остров Утопия. Следующий. Это опять-таки область культуры, философия, история и социологию можно добавить. Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Здесь вот это заполню. Так, шестой вопрос. Установите соответствие между произведением и его автором. Ну что ж, здесь две таблицы, и они весьма своеобразны. Значит, первая часть – это произведение и автор. И значит, А – это 3, Франсуа Рабле. Потом, Б – это 1, соответственно, это Томас Мор. В – это Король Лир. Король Лир – это, если не ошибаюсь, работа, написанная Уильямом Шекспиром. Его здесь, естественно, нету, потому что он был драматургом, а не гуманистом. Потом, Г – Остров Утопия, это Томас Мор. И Д – разговоры запросто, это Эразм Роттердамский. А вот следующее более хитрое. Соотнесите авторов с краткими сведениями о них. И здесь, опять-таки, нужно выбрать всего три блока. Что ж, став государственным канцлером, гневно осуждал тех, кто проводил огораживание. Это 2 – Томас Мор. То есть, вот в этом квадратике стоит как раз единичка. Потом, цифру 2 я пропускаю, хотя и ее тоже можно было бы вставить. И, если не ошибаюсь, вставить ее можно было бы как раз к Эразму Роттердамскому. Но работал более 20 лет над литературно-философским произведением, представлявшим собой собрание, рассуждение на тему философии и морали, с большим количеством цитат из сочинений античных авторов. Это, опять-таки, Эразм Роттердамский. И это более основное, чем цифра 2. Ну, а 4 – прожил бурную жизнь. Это Франсуа Рабле. Цифра точно так же вставлена. Так, и последние вопросы. Прочитайте и дайте ответ. Что ж, как вы думаете, почему книга, написанная в 16 веке, продолжает издаваться и в 21 веке? Потому что те идеи, которые написаны в этой книге, они достаточно интересны и достаточно актуальны. То есть, их можно использовать и в наше время, и поэтому ее продолжают издавать и печатать. Какие ценности, по мнению автора, должны быть заложены в воспитании и обучении детей? Автор пишет, что воспитывать детей надо учителю собственным примером. То есть, не надо говорить или заставить ученика что-то заучивать просто, чтобы он это знал наизусть. Надо объяснять и показывать, почему надо делать именно так и не надо делать как-то по-другому. То есть, ребенок должен понимать, почему надо, например, убирать в своей комнате, а не убирать, потому что ему сказали. Вот, собственно говоря, такие идеи туда были заложены. И третья часть. Какими душевными качествами, с точки зрения Монтэня, должен обладать порядочный человек? Ну, порядочный человек, по мнению Монтэня, должен быть скромным, образованным и трудолюбивым.